45 лет назад, в декабре 1971 года, Красной планеты достигла советская автоматическая станция Марс-3. Она состояла из орбитального аппарата «Испускаемого». Это была первая в мире мягкая посадка космического аппарата на другую планету. Впервые ученые получили информацию непосредственно с Марса. 15 секунд спускаемый аппарат передавал панорамы поверхности планеты. После расшифровки определено – радиосигналы переданы телекамерой. Предполагая разреженную атмосферу и сильный ветер на поверхности Марса, инженеры и конструкторы НПО имени Лавочкина предусмотрели огромный диапазон условий спуска. Для этого разработали конструкцию аэродинамического конуса, парашютов и двигателей мягкой посадки. Аппарат, который остался на орбите, исследовал Марс более 8 месяцев и совершил 20 витков вокруг планеты. Были получены данные о составе атмосферы магнитного поля и плазмы Красной планеты. Проведены съемки в инфракрасном и радиодиапазоне. Станция Марс-3 открыла дорогу настоящей космической экспансии на Красную планету. В Солнечной системе не так много есть мест, куда человек может ступить ногой. Живой человек, не робот. Это все-таки Луна и Марс. Пожалуй, я не верю, что когда-то люди будут гулять по спутникам Юпитера или высадиться на Меркурии. Но про Венеру, к сожалению, вообще сейчас говорить не приходится. Это такой горячий ад. То есть у нас не так много мест для таких путешествий в будущем. И про Марс иногда говорят, что это запасная планета для человечества. Про Луна говорят, что это седьмой континент Земли. Это, в общем, хоть образно, но это правильно. Но это, я понимаю, такие эмоциональные рассуждения. И люди все равно полетят на Марс. Будет состояться, я думаю, хочется дожить до этого, пилотируемый полет на Марс. И это будет какой-то очередной рубеж в преодолении человечества. Ну, начиная от Магеллана, Колумба и дальше через Юрия Гагарина. Ну, хочется, конечно, чтобы это был российский человек.